Для тех, кто хочет видеть, как проходит мое утро, в общем я пеку, ну блинами это назвать нельзя, скорее всего оладьи, с добавлением бананов, я подсмотрела у блогерши у одной такую фишку, и уже у нас третья, четвертая она делала такие блины, такие оладочки, вот получаются они такие маленькие, и когда их ешь, там прям такой явный блинный вкус, то есть мне кажется, вообще очень клевая тема, просто расталкиваете. Банан, и во всю смесь, которую обычно делаете, добавляете туда растолченный, как следует, банан, вот, так, у нас здесь вот, как всегда, веселуха, она играет с чупа-чупсом, это из новогоднего подарка еще, она гоняет по всей кухне просто, в общем, я нахожусь дома у Марины Михайловны, ну вы можете наблюдать, что скатерть вы такую не знаете, дома у меня такой нет, поэтому я нахожусь с Мариной Михайловной, и я хочу сделать обзор продуктов, которые мы только что купили в пятерочке. Пятерочка, да, Марин? Да. Короче, мы сходили как два бомжа в пятерочку, знаете, почему как два бомжа, потому что у нас у обеих были карточки, у меня на карточке всего 300 рублей, у Марины Михайловны около 120, и у нас очень много наличного было, мелочи прям такой ядреной, но мы все-таки справились, нам денег хватило, вот Марина Михайловна все-таки купила мини-штрудель, также она взяла алпенгольд, малина и йогурт, и такое уже пробовала, да? Так, далее я купила, значит, себе, я не могу, купила себе салат фреш-сикрет, морковь по-корейски, ну, особенно, какое число, четвертое? Да. Сегодня четвертое число, съедать нужно сегодня, потому что завтра уже можно съесть и умереть, вот, до пятого, ноль второго, то есть сегодня я еще пока что буду живчиком, съем, а потом завтра, если завтра буду едать, то завтра сдохну, поэтому, если я твой влог выложила, ну, если вы видите этот влог, значит, я жива, я съела вовремя. Хорошо, две пачки крабовых палочек, я их называю просто полы, ну, крабовые полы. Красная цена, это именно от производства Пятерочка, вот, видите, да, красная цена, крабовые палочки. Знаете, сколько стоит эта пачка? 27 рублей, ну, короче, это намного дешевле, чем палочки Вичи, Вичи, потому что одна пачка только стоит около 79, вот, а тут две, я прям затарилась, и вот, видите, они такие дубовые, сейчас я их буду, не знаю, наверное, в теплую водичку, короче, помещу, и буду хавать, и мы с Мариной Михайловной повелись на акцию, которая нифига на самом деле не акция, вот, такие штуки купили, это типа смузи, страубери, здесь, а, старбери, господи, старбери, господи, что-то я вообще слепа, и вот я, короче, купила клубнику банан, мы сейчас будем пробовать тестировать, я вам скажу там свой отзыв, расскажу о послевкусии там, каково это на языке, не чешется ли небо, и все такое, в общем, вот эти штуки стоят 27 рублей, по-моему, одна, но когда мы пробивали на кассе, продавщица сказала, типа, если вы берете две, то 53 рубля, 26 рублей стоит одна, и она такая говорит, у нас, типа, вроде как акция, это стоит за две штуки 52 или 53 рубля, господи, это так же стоит, как купить две штуки, я вот не очень это поняла, ну да ладно, женщине, короче, виднее на кассе, в общем, сейчас будем тестировать, надеюсь, мы не торванемся, вы видите данного мужчину, Скотти Шполда, зовут его Гарфилл, ну хотя, господи, я уже где-то показывала в каком-то своем влоге, да, было дело, вот он хрюкает, прям как свинка, он так что хрюкал очень громко, здесь сидит его хозяйка Марина Михайловна, и она тестирует, кстати, палки, которые мы купили, что, нормальные палки? Суховатые чуть-чуть, да? Палки красная цена, ну то есть, как бы красная цена 27 рублей, особо много, я думаю, не стоит ожидать, а 27 рублей, лучше, кстати, брать кукурузу такую немножко влажную, она спасет ваш салатик с такими палками, вот, сейчас Марина Михайловна хочет штрудель попробовать, да? А ты уже ела такие штрудель? Дерет обои, дерет обои, паскуда тварь, он все уже там и задрал, слышь ты, халя, не мытая, тебя обвиняют жестокостью животных, меня и так обвиняют, меня знаешь, у меня есть влог, вот ты же, да, и никак не назвать нельзя, все сразу, мы, кстати, с Мариной очень любим называть животных, там, знаете, там, харя, там, зараза, там, какая-нибудь еще, там, сварюга, но это, как бы, звучит грубо для тех, кто, ну, не делает, как бы, так же, тоже думает, что, мол, вот, там, злые, там, так называют животных, бедных, на самом деле это все делается с любовью, просто так вот своеобразно, скажем, потому что мы с Мариной Михайловной тоже друг друга называем, там, паскудой, на раз, то есть в нашем кругу это довольно-таки нормально такое. Пошла в разор. Да, поведение. Влог, как я звоню в ремонт планшета. Да, кстати, мы сейчас будем снимать влог, как Марина звонит в ремонт планшета, и надо громкую связь включить, чтобы знали, как люди по ремонту планшета обращаются со своими клиентами, потому что мне кажется, что... Когда приходила, помнишь, давно, в ту субботу, в ту субботу какую-то... Две недели уже прошло. Все, стекло едет. Две недели чинят планшет. Нет, едет стекло до сих пор из Москвы, почта России едет. Стекло никак не приедет, вы представляете? В прошлый четверг я им звонила, едет. Уже следующая среда едет, получается, если они мне не звонят, значит, они не сделают, значит, оно едет до сих пор. Вы прикиньте, из Москвы две недели, ну, это нормально, нормально. Я хотела, кстати, сказать по поводу, ну, вот там, темы, короче, уже только обращения с животными. У меня есть видео о личных дневниках, которые самые-самые первые, где я рисовала кота Саймона краской. И там видео начинается с того, что я беру в руки свою кошару и говорю, вот там, привет всем, с вами Долео Муфео, и такая вот штука, я ее назвала, я ее показываю, значит, ну, в экран. И мне, значит, там, знаете, какие комментарии есть, Марина, ты ничего не видела? Ты как называешь живое существо? Это разве штука? Это живой котенок? Вот так хочется сказать. Нет, я вот, знаете, вы мне сейчас открыли такую прям тайну, я не знала, что это котенок. Я думала, это вообще что-то непонятное, с ушами тут бегает, срет периодически. Я думаю, какая-то штука, ну, как называется, фиг знает. И, типа, я очень-очень зло обращаюсь с ним, потому что я его назвала штукой. Убитие Малпай. Вот, я хочу сказать вам, пожалуйста, примите меня такой, как есть, или просто не смотрите видео. Идите посмотрите, там кого-нибудь другого. Кто? Давит собака этим. О, не, блин, фу, я даже не хочу эту тему. Хорошо, ладно, сейчас мы скоро будем тестировать Старбер... Да, блин, что ж такое-то? И кот какая-то, палочек пошла. Старберри, короче, сейчас скоро будем тестировать. Красной цены нажралась и попёрла и кота, и всё. Это Марина рассказывает про мой планшет, которым я пользовалась до айфона. Она говорит, что он очень жёсткий пацан. Часто глючит, да? Да. Вырубается сам по себе. Ну, вот ты не пользуешься, кладёшь его, он постепенно гаснет, гаснет, и всё, да, Эдно? Ну, экран, в смысле, Миша, ну да, выключается. Потом ты его взяла и дальше. Да. А он гаснет, и всё. И всё. И что делать приходится? Долгую кнопку жать или что? Ну, жму, жму, ну, бывает часа три, и он так лежит. Раз, не станет силой, и такой. Всё, ясно. Короче, я поеду морковку по-корейски. Не знаю, я очень люблю морковь по-корейски. С самого детства. Кстати, морковь по-корейски, я, знаешь, с ней познакомилась когда. Когда я была совсем мелкой, мы с мамой ходили на Батурино. Ну, там был такой отделчик. В смысле, я попробовала и познакомилась. Да, кстати, не было такого вот распространения корейской морковки, как сейчас. Там был, значит, отдел со всякими такими салатиками более ядрёными. И там, в том числе, была морковка в корейске. Там накладывали не в такие вот, ну, в баночки, в коробочке, короче, в пластику. А просто в пакет насыпали, завязывали на узел и давали тебе. Я шла руками прямо, я оттуда вытягивала домой, когда из пакета и хавала эту морковь. Не знаю, так что у меня очень тёпло чувствует корейской морковки. В общем, сейчас мы будем пробовать в Старберде. А, встряхнуть надо, Марина. Короче, сначала это надо встряхнуть, там же здесь написано «встряхни меня». Я надеюсь, не траванёмся, живы будем там. Да, я думаю, он гуще, если честно. Жиденький, да? Мне кажется, он даже не молочный, хотя смузи подразумевает. Мне кажется, там на дне уже всё просто застыло, вся молочка уже стухла. Мне кажется, там нету молочного, вообще ничего. Давай ты первое, короче, тестируешь. Он пузырится. Ну, наверное, так надо. Может, налить его в кружку, посмотреть, как он будет? Да не, давай так. А что, он зелёный, думаешь? Да ну и нафиг. Ну, вообще, съедобно, вообще, как? Там есть молочное, это чё, нет? Нет, по-моему. Да я это тестирую. И пахнет вроде на пенка, кстати, да. Ясно, что больше похоже на сыворотку. Сыворотка, помнишь, была Акти, 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 Актимель? Ой, пфу, не Актимель, чё-то на Акти называлось как-то. И там была написана сыворотка. И там тоже клубничные. Да, помнил такой, да. В каком месте это смузи, я не поняла, но... Смузи с молочкой же. Смузи разные бывают. Бывают с молочкой. Давай ты мой, пробуй, я твой. Помадой всё измазала? По-моему, одинаковый. Нет, у тебя больше с кислиночкой. Врач на столе и Dolce Milk такой. Марина Михайловна, вам рекомендую точно вот этот вот крем для рук. Dolce Milk Hand Cream Milk and Grape. То есть, чем он пахнет-то? Виноградом? Да-да-да, виноградом, слушайте, правда. О, виноградиком. Но здесь такой, не знаю, дизайн, что нету никаких намёков на то, что там пахнет виноградиком. Ну, Марина Михайловна очень рекомендует вам. Как бьюти-блогер. Да. Сверхнедубровый. Гарфи, Гарфи, Гарфи. Ну, поверни ты Харю-то свою хоть на секунду. Вот она, Харя в тазу под ванной. Вот она, Мордезия. Вот она. Лежит в тряпках. Там тряпки для тебя полов, что ли? Ну, там всякие, да, там ветошь всякая, которая может пригодиться. Я, короче, сижу на диванчике Марина Михайловна. У неё здесь есть вот такие зелёные друзья. Это Зенгри Бёрдс, Суенина. Суениночка. И вот такая, как её, черепашка. Когда приходит Дейчик, у них с ним происходят такие действия интимного характера. Дейчик или Дейнчик, я всё время взяла? Дейчик. Дейчик. Дейчик, это слово Дей. Это, короче, собачка Юлия. Ёрширский терьер. Мальчик. И он приходит, и он по полной программе вот занимается сексом, в общем, с данной тортилой. Но она не раз всего её имела. Да я видела сама уже даже раз и два. Один раз. Чего? Я видела. Не может быть. Всё может. Всё может. Короче, у меня GoPro уоли, поэтому я снимаю на телефон. Мать, где этот номер-то? Такой обхват. Сегодня вечером приду, может быть, соединю влог. Что вам ещё поведать? Вот смотрим Путягу по телеку. Путяга. Это Марина так Путин назвала. Но мы, это не в плане оскорблений, то есть просто Маринка так сокращает. Типа Путяга. На самом деле, хорошо отношусь к Путину. Ты ведь тоже хорошо к нему относишься. Да. Путин вообще молодец мужик. Путяга. Так что Путяга путяжит по полной программе. И сейчас Марина Михайловна будет звонить в ремонт своего планшета, который ей не могут вернуть уже третий месяц. Походу, они его там загребли. Ну какой третий месяц? Ой, третью неделю. В разных носках. Одни с карточными мастями, а другие с кексиками. Так что бывает всякое. Марина Михайловна, давай на громкую связь этого гада. Да я не умею на громкую. Возьми его на мушку, Марин. Так, так. Сейчас я возьмёт. Алло, здрасте. Это снова Марина по поводу планшета. О, наконец-то. Тикл приехала. А сколько денег-то готовить примерно? Ну, вы мне скажете, да, сколько? Да, 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 Марина Криловна. Ну всё. Замечательно, замечательно. Наконец. Спасибо. До свидания. Всё, завтра уже планшеты дадут? Он забирает с почты стекло. А, стекло забирает. А он стекло ещё две недели будет приделывать или нет? Нет, сказал завтра уже приделывать. Всё понятно. Короче, пока я нахожусь у Михайловна дома, я хочу вам показать, что мне сегодня пришло с почты. Мне сегодня пришли вот такие вот стики. О, сейчас, дожди, сначала посмотрим. Марины фломастеры. Барамба. Макси. Ну, они клёвые, кстати. Они какие-то с двух кончиков разные, нет? Такие толстенькие. А сколько такие стоят? Рублей 200 с чем. Ты где взяла? В ленте в йогурт. Матюгай. Ну, просто ленты это жопа. Ну, я там ни разу не была, но мне говорили, что ленты это жопа. Вот, ещё Марина... О, вакс. Вакс крайонс. Я, кстати, очень люблю узкалы и карандаши, я сама недавно купила, но я ещё не показывала. О, акварель. Флюоресцентная. Вы прикиньте, Марина Михайловна, ты что творит? У неё тут и wax crayонс, и акварель, и барамба макси. Вон, что творит. Арт-бук, смотрите, что она тут делает. Вот, это девочка Вичхаус, да? У неё здесь написано Вичхаус? Да. Вот, в общем, да. Вичхаус такой музончик очень своеобразный. Я периодически тоже слушаю. Вот, посмотрите на эту женщину. И напишите комментарии, как вам нравится. Да, она срисована. А, слушай, а вот эта рисовала wax crayонсами, да? Да. Wax crayонсами нарисована, да, у неё волос. Собачка очень милая такая сидит. Нет, я видела этот рисунок, вы видите, но у тебя довольно-таки прям вообще точь-в-точь вышло. О, муженяк, муженяк, муженяк. Михайловна разогревает муженьку поесть. Я вам покажу, что мне сегодня пришло по почте. Сегодня мне пришли такие вот штучки. Называются они Little Talk. Здесь написано. И, в общем, здесь такая девочка. Я сначала думала, что она везде в красной шапочке, но здесь вот в желтой, значит, у неё разные шапочки на самом деле. Здесь вон горошки. Это клейкие листочки для блокнотов, то есть для моего смешбука, для моего блокнота, который я на видео вам показываю. Наталья надпись здесь просто love. Здесь тоже make me smile. Что это? Марина Михайловна всё вносит в свои лепты какие-то. Чего за жирная баба? Слушай, у неё сиськи-то какие. Вы посмотрите вот на... Ё-моё, вот это буфера. Это бабка травница. Понюхай. Бабка травница? Да, слушайте, правда. Пахнет такими какими-то русскими народными. Трава. От сайта High Heel Suicide. Вот, они мне послали, в общем, кофточку. Очень прикольную. Сейчас покажи. Здесь письмецо. Здесь такой смайлик. Вот, highheelsuicide.com И давайте посмотрим с вами как тень. Здесь, короче, нарисована фони. С крестом на жопе фони. И там написано, что-то про бич. Ну, короче, там что-то матом. В общем, я выложу скоро кофточку и увидите. О, кто пришёл? Кто пришёл? Киса. Киса. Всё. Пришёл, ушёл.